Облачно возможна боль. Если вы услышите это во время прогноза погоды, не удивляйтесь. Погода и боль действительно взаимосвязаны. Ученые пришли к выводу, что метеоусловия действительно влияют на силу хронических болей. Подробности в следующем сюжете. В зоне риска это сердечно-сосудистые, то есть гипертоники, ИБС, сахарный диабет. Некоторые эндокринные заболевания, то есть это да, они могут отреагировать как на высокую температуру, то есть в жару летнюю и также в экстремальный холод. Однотипные обострения, повышается давление, ухудшается состояние. Недавнее исследование британских ученых показало, что при резком понижении температуры воздуха чаще, чем обычно, случаются инфаркты. Однако у многих экспертов возникают сомнения на этот счет. Я думаю, что такой прямой связи нет. Хотя теоретически как бы холод вызывает, спазм сосудов периферических и нагрузка на сердце возрастает, но так, чтобы увеличилось количество инфарктов, я думаю, что это миф определенный. На погоду жалуются и пациенты с воспаленными суставами. Они утверждают, что их боль усиливается именно к ухудшению метеоситуации. Этому даже нашли объяснение в суставной. В сумке находится жидкость с растворенными вне газами. А перед дождем обычно падает атмосферное давление. Газы при этом начинают расширяться и давить на окружающие нервы и другие ткани. Головная боль – вот что беспокоит 80% взрослого населения. И часто ее списывают на погоду, хотя по сути есть только один вид из двух сот, который всегда провоцируется погодными явлениями. Эта головная боль, связанная с холодовыми стимулами, она вызывается пребыванием на улице без шапки и проходит сразу же, как только человек оказывается в тепле. В остальных случаях все не так определенно. Установлено, например, что из всех погодных составляющих риск серьезной головной боли увеличивает только температура выше среднего и в меньшей степени низкое атмосферное давление. А для людей с астмой сухой, особенно холодный воздух – крайне неприятный фактор. Если человек из теплого помещения выходит на холод, то может развиться приступ. Это вот 100%. В холодные дни с высокой влажностью и погодными контрастами обостряются и кожные заболевания. Больше всего обращение к врачам бывает поздней осенью и зимой. Зато в теплое время наступает значительное улучшение. Влияние погодных изменений на самочувствие и правду существует. Это считается нормой. Но если ваш организм слишком бурно реагирует на погоду, обратитесь к врачу. Кристина Смирнова, Алексей Красных, Артем Суханов. Тюменское время.